Доброго вечера, мы из Украины, меня зовут Рауль, выдавайтесь проект Украина в огне. Прежде чем мы начнем, вы обязательно ставите лайк, вы делаете перепост, делаете комментарий, подписывайтесь и подписывайте своих друзей. Долгие десятилетия диктатор России Владимир Путин I обижался на США и НАТО за то, что они отказывались считать его одним из самых опасных отморозков на этой планете и боролись с такими ничтожествами, как Хусейн, Каддафи, Асад или Бин Ладен. Он угрожал, он помогал всем ублюдкам, которым нужна была помощь, он всегда голосовал против всего хорошего и за все плохое. Но коллективный запад гладил Владимира по обширной плеши, называл хорошим мальчиком и журил за проделки в Грузии и немножко в Украине. Наконец у Владимира лопнуло терпение и он решил показать миру кузькину мать и устроил кровавую баню народу, который веками сами же русские называли братским. Что ж Владимир, этот день настал. НАТО официально признало тебя невероятно опасным ублюдком и разворачивает все ракеты в сторону Российской Федерации. Если я правильно помню, в последний раз такой чести удоставился Советский Союз. Если внимательный зритель сейчас обратит внимание на политическую карту мира, он не найдет там такой страны. Запад победил кровавого монстра простыми и незамысловатыми маневрами с энергоносителями, но перед этим дождался полной и бесповоротной деградации правящих элит. На это понадобились десятилетия и авантюра с вторжением в Афганистан. Думаю, что Путину будет трудно выдержать даже ближайшие 6 месяцев, потому что российские элиты уже гордятся масштабами своей деградации, на войну тратятся миллиарды, а санкции реально возвращают Россию во времена Николая II, кое-где забегая в золотой век российского дворянства. А переходной период выглядит приблизительно вот так. Мальчик Вова кричал волки, и его вопли были услышаны. К загонщикам триумфально присоединяются Норвегия и Финляндия, а Украина по-прежнему имеет очень высокие шансы стать частью Альянса, особенно если реально выйдет хотя бы на границы 24 февраля 2022 года. У Путина было все. Огромная армия, несметное богатство, он ездил верхом на медведях, летал на стерхах, нырял вместе с касатками. У него всегда было четыре туза на префлопе и в ведро нефти с бидоном газа для немецких коллег. Но чувак взял в руки заряженный пистолет и сыграл в русскую рулетку. Ему еще кажется, что все идет по плану. Но именно в этот момент мозги диктатора уже начинают покрывать замысловатым узором дорогие гобелены его кабинета в Кремле или в бункере на Урале. С каким бы удовольствием мы все в Украине наблюдали бы за этой короткометражкой, но, к сожалению, а может быть и к счастью, мы та самая пуля, которая прямо сейчас выносит кровавому диктатору мозги. При этом сам диктатор уверяет, что все идет по плану, а в мире полно стран-единомышленниц, которые поддерживают Россию, но боятся заявить об этом открыто. И здесь мне придется немного подправить бункерного гнома. Во-первых, не единомышленниц, а подельниц. Во-вторых, Беларусь, Сирия, Эритрея, Афганистан – это, откровенно говоря, нисколько. В-третьих, если мы говорим о военном и экономическом потенциале, это ничтожно нисколько. Но это не главное. Кто-то хочет полететь на отдых в Афганистан или Эритрею. А может быть, у кого-то есть желание отправить своих детей на учебу в Сирию или Беларусь? Путин с вечно нетрезвым Медведевым постоянно талдычит про какой-то мифический особый путь России. А в данном случае про дорогу, основанную на принципах подлинной многосторонности. Дорога, основанная на принципах многосторонности – это вообще как? То есть вы сами не понимаете, в какую сторону движетесь? Вперед, назад, налево, направо. При этом постоянно критикуете коллективный Запад с его либеральными ценностями англосаксов. Тогда позвольте спросить, почему все ваши любовницы, дети и внуки живут именно у англосаксов? Начиная с сына Медведева в США и заканчивая Алиной Кабаевой в Швейцарии. Я отвечу, потому что население России – обыкновенные лохи, которым можно вешать на уши любую лапшу. А их президент – насмерть перепуганный маленький человек, который очень-очень боится умереть. Даже бред про дороги, построенные на принципах многосторонности, он нес в абсолютно пустом сквере, который находится на территории штаб-квартиры службы внешней разведки. Другого прикрытия защищал национальные интересы нашей страны. Кто и сегодня проводит уникальные операции, передавая ценнейших… А сейчас я должен сделать небольшую ремарку и ответить на ряд часто задаваемых вопросов. Это важно для нашего дальнейшего общения. Уважаемые зрители, я читаю все ваши комментарии и должен признаться, что иногда даже не отправляю в бан комментаторов из РФ, чтобы дичь, которую они несут, видели все. Причина вторая – я слушаю Путина и читаю комментарии упоротых милитаристов, чтобы следить за общей температурой в палате. В некоторых случаях я буду даже отвечать на их вопросы, как сегодня. Например, вопрос. Вот вы рассказываете, что мы выпускаем одни только газы. А что сделала Украина за последние 30 лет? За последние 30 лет Украина выбрала 6 президентов. И вы сейчас будете шокированы. У них разные фамилии. За последние 30 лет Украина научилась кормить 100 миллионов человек на планете. И это гораздо сложнее, чем просто воткнуть трубу в землю и тупо продавать то, что из этой трубы выливается. А еще за эти годы Украина научилась быть Украиной и бить врага, невзирая на его численное превосходство. Всех этих кантемировцев, рязанцев, кадыровцев, ВДВ, МВД, Донское козлячество, боевых бурятов и офицерский спецназ судного дня имени Феликса Дзержинского. Еще у нас нет выгребных ям прямо в жилых домах. А стиральные машины доступны не только народным депутатам в Киеве. Хотя вам в это, наверное, трудно поверить. Я знаю, что у россиян проблемы с памятью. Они помнят только телевизионные новости за вчера. Поэтому напоминаю, что еще в апреле Кремль впервые заявил о жесте доброй воли, отводе своих войск от Киева. По словам пресс-секретаря главы российского государства, это был жест доброй воли для улучшения атмосферы и ситуации на переговорах с украинской делегацией. Но к этому моменту все знали правду. Но сейчас Киевская область. Их нет. Почему? Потому что получили пи***ю. Каково же было мое удивление, когда вчера я услышал знакомые формулировки российского генштаба. 30 июня в качестве шага доброй воли вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины. Данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающихся продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля России с северо-западной части Черного моря. Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории. Я прекрасно знаю, что сделал доверчивый российский обыватель. Прослушал этот спич, потом подумал, ну реально, если боевая задача выполнена, чего там сидеть на этом острове? Пора ребят перебрасывать под Лисичанск. Но есть ряд проблем. Змеиный позволяет контролировать надводную и воздушную обстановку на юге Украины. Установив на остров ПВО и другие ракетные системы, россияне могли бы организовать прикрытие для своих десантных кораблей и угрожать всему югу Украины, а также полностью контролировать этот участок Черного моря. После перехода крейсера Москва в подводный режим, такое прикрытие стало невозможным. Другие российские корабли в Черное море зайти не могут. Босфор закрыт Турцией для всех военных судов. После разгрома на острове Змеиный любая попытка высадки десанта и лобовой атаки остатков флота России закончится полным уничтожением этой флотилии в связи с противокорабельными ракетами «Гарпун», «Байрактарами» и несломленной авиацией Украины. В философско-скрепном понимании дела обстоят еще хуже. Совсем недавно, по мнению советско-российского философа Александра Дугина, это тамошний российский городской сумасшедший, остров размером в 17 гектаров был священной скрипой русского мира. Я цитирую. Нашими взят остров Змеиный. А остров Змеиный в Черном море играет ключевую роль в сакральной географии. Согласно Василию Лавинеску, там располагалось древнейшее святилище Аполлона. Кто контролирует Змеиный, тот контролирует ход мировой истории. Отмечу специально для зрителей из Российской Федерации. Мы по-прежнему не планируем глобально вмешиваться в ход мировой истории. Но если вы не выведете свои войска из Донбасса и Крыма, мы таки применим остров Змеиный и нанесем им удары по центрам принятия решения на Урале и в Кремле. Не вынуждайте нас использовать тайные знания из святилища Аполлона. А если серьезно, какое задание выполнили войска РФ на острове Змеиный? За последние недели ЗСУ раскатало остров просто в блин. Там уничтожено два зенитно-пушечных комплекса Панцирь-С1 стоимостью по 15 миллионов долларов каждый. Также уничтожен ЗРК Торрер, СЗО Торнадо, радары, боеприпасы, а также вертолет Аллигатор. И я традиционно не считаю живую силу, потому что это неинтересно ни российскому генштабу, ни российской общественности. Но, возможно, основным заданием было не контроль за украинским югом и портами, а, например, удобрение острова органикой для дальнейшего выращивания там березовой рощи и гигантских анаконд-убийц. Березы станут доказательством сакральной принадлежности острова России. Анаконды заступят на боевое дежурство по охране остатков буровых вышек, которые выполнили боевую задачу генштаба Российской Федерации чуть ранее. Напомню, они тоже сгорели. После Бучи, Макарова, Ирпеня, Кременчуга, Николаева и Харькова, которые сейчас в упор расстреливают из артиллерии, никто в Украине не верит ни в какую добрую волю. Мы все прекрасно знаем, почему ваши войска покинули остров Змеины. Потому что получили пи***. И я реально сейчас злорадствую и потешаюсь над потугами пропагандистов отвлечь критично мыслящих россиян от тяжелых раздумий о санкциях, репарациях, мобилизации и кремации в рамках скромной спецоперации Владимира Путина. При этом пацанчики не блещут креативом. Они снова бряцают оружием и рассказывают доверчивым лохам про захват недружественного государства за три дня. «Разговоры про конвой через территорию Литвы – это фактически начало операции по деблокаде по Сувалковскому коридору. Не более того. То есть проведение наступательной операции. Кстати, оперативная глубина небольшая, всего 60 километров. При хорошем темпе наступления – это трое-три дня наступления. Особенно мне понравилось про глубину фронта в 60 километров. Напомним нашим зрителям, что на востоке Украины есть участки, где российские войска, превосходя нас во всем, на пятый месяц полномасштабного вторжения продвинулись на несколько километров. А если говорить про Одесскую область, то она вчера была полностью освобождена от российских оккупантов. В отместку Россия обстреляла ракетами курортный поселок Сергеевка. Именно в Одесской области. Практически полностью разрушены жилая девятиэтажка и санаторий. На момент записи сюжета уже известно о 18 погибших, среди них двое детей. Спасательные работы продолжаются. Прокремлевские телеканалы уже отреагировали и заявили, что, похоже, это новая буча для обвинений России и выторговывания у Запада нового оружия. Окей, не будем придираться к слову «выторговывание». Но граждане Украины должны понимать, россияне настолько оболванены пропагандой, что для них трагедия в буче, которая очевидна для всего мира, это всего лишь инсценировка украинских властей. Наши мальчики не насильники и садисты, а герои и освободители. Вот именно так считает подавляющее количество россиян. Критическое мышление у россиян отключили на самых глубинных уровнях, и я не уверен, что его можно снова активировать. Дело дошло до полного абсурда. Вот перед вами Антон Красовский. Это достаточно известный российский фрик-пропагандист. Сейчас он, находясь в Москве, расскажет россиянам, что произошло чуть ранее, в Кременчуге. Зеленский тут вчера обвинил Россию в терроризме. Даже попросил своих кураторов в Штатах признать нас страной-террористом. Там еще была фраза такая, что Россия из-за своего бессилия отыгрывается на мирном населении Украины. Это после того, как Россию обвинили в ударе по какому-то там торговому центру в Кременчуге. Ну так и хочется, конечно, спросить, а вы правда думаете, что нам ракеты некуда девать, чтобы вот по прилавкам с палеными трейниками бить? Ну, оказалось, сегодня, и сами украинцы это уже подтвердили, что удар был совершен по складу с натовским оружием и боеприпасами. А склад они построили, стюна в стену с рынком этим. Снаряды, их снаряды-то, и сдетонировали. Тут хочется сказать, что украинцы это сделали специально, чтобы прикрыться мирными жителями, но в реальности мы все с вами знаем, что нет. Они просто тупые. Им попросту все равно. Они даже не думали, куда они эти ракеты и бомбы складируют. Им правда просто даже в голову не приходило, что есть меры безопасности, правила. Но Украине про это вообще не думают. Им плевать на эти меры безопасности и на правила. Ну, потому что это не совсем государство. Это я про государство, а не про людей. Это сборище таких визгливых, некомпетентных КВНщиков. И, наверное, нам, то есть России, пока Украина не растворится в нас, придется думать за двоих. Такая уж, Владимир Александрович, у начальства участь. Это прям классика российской пропаганды. Украинцы подтвердили, что там были склады с оружием. Украинцы подтвердили, что нет. Снаряды сдетонировали. Антошка уже даже показали видео прилета двух ракет и пожар со звуком, где нет никакой детонации боеприпасов. При этом абсолютно непонятно, где ваши видео натовского оружия. Какими разведданными вы оперировали? Есть ли видео со спутника, как в торговый центр завозят оружие? Что касается паленых треников. Антон. Но после того, как боевые буряты украли в буче из домов электрочайники и забыли забрать к ним ответные части, не вам рассказывать про изобилие и доступность товаров народного потребления. Но это видео Красовского – это так, цветочки. Тут самое время выражать соболезнования всему православному воинству Донбасса. Мало того, что от вас осталось одно лишь нечетное количество конечностей по отношению к туловищам, так еще Красовский сдал для вас литр крови. Литр крови само по себе забавно, но на этом веселье только начинается. Дело в том, что еще в 2017 году пропагандист заявил, что он ВИЧ-инфицирован, болен СПИДом. А четырьмя годами ранее Антон также заявил, что он гей и такой же человек, как Путин, Медведев и депутаты Государственной Думы. Кстати, наверное, это единственный тезис Антона, с которым не будет спорить ни один украинец. Антон такой же, как Путин, Медведев и депутаты. А вот сдача крови – это фейк. Потому что ВИЧ-инфицированные не могут сдавать кровь даже солдатам ЛНР и ДНР. А может быть и могут. Впрочем, российский зритель – это организм с памятью рыбки Гуппи. Уже утром он будет готов к новой порции лапши и даже к просмотру очередного остросюжетного кадыровского тикток-боевика. Давайте посмотрим новый остросюжетный триллер о том, как Рамзан Кадыров стал кавалером ордена за заслуги перед стоматологией. Во-первых, для меня было большим открытием, что есть такая награда. Но чем бы стоматологи не тешились, лишь бы наркоз работал. Во-вторых, я не понял, в чем вклад кавалера. Но потом все быстро выяснилось. Награждение приурочили к открытию нового здания Грозненской стоматологической поликлиники номер один. Надо отдать должное Рамзану. Он на открытие тоже пришел не с пустыми руками и вручил главврачу высшую награду Чечни. Разумеется, это орден Кадырова. Он изготовлен из золота 750-й пробы и его украшает более сотни рубинов, сапфиры и бриллиант. Уверен, что в будущем поликлиника сможет наладить производство зубных протезов имени Кадырова из золота 750-й пробы и, как водится, с рубинами и бриллиантами. Если вам не нравятся фильмы Кавказ-ТВ, у нас есть проект Карена Шахназарова, хотя это тоже, похоже, где-то очень рядом. Назовем сериал «Вечный зол», где Карен каждую неделю ищет новое оправдание, почему Россия напала на Украину. Возьмите изначальную причину. Вообще изначальную причину. Это даже не переворот в Киеве. Это не переворот в Киеве. Это решение Рады запретить русский язык в качестве регионального языка, который был при Януковиче. Вот был толчок. Вот толчок. Вот с чего началось. Вот с чего началось. Крым начался, начался Донбасс. Вот с этого началось. Ну вот если разобраться, ну что это за... что... в чем проблема, чтобы русские не могли говорить. То есть если бы вроде бы этого не было, ничего бы не было. Наверное, это одна из самых смешных причин. Если Шахназаров обратит внимание, даже во время войны я, например, веду свои проекты на русском языке. Кроме телевидения. Там, если я хочу работать как ведущий, я обязан вести программу на государственном языке, как и в России. И я просто уверен, что в поселке Сергеевка до вторжения и ночной ракетной атаки на русском языке говорило подавляющее большинство местных жителей. Многие на нем сегодня умирают в реанимациях. Вот и вся история про русский мир. Но я буду не прав, если скажу, что вот прям все россияне не умеют думать. Многие из них все понимают и многие находятся на грани разума, как наши четвероногие друзья. Так на днях Маргарита Симоньян, которая хотела приобрести себе мебель из экзотического ротанга, была послана менеджером Алены. Уверен, что Алена сказала Маргарите что-то вроде никаких ротангов для орангутангов. Или лучшая мебель для бобров продается в отделе кованых изделий. Маргарита, кстати, еще больше озверела после провала операции ротанг и выдала новый пост. Весь мир против нас. Вот этот мир действительно против нас. И слава богу. И здесь мне придется согласиться также с Маргаритой Симоньян. Против вас весь мир и даже менеджер Алена. На этом все. Вы дивились проект «Украина в огне». Памятайте про то, что Российскую Федерацию будет сруйнована. Слава Украине!